Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Баракиной. Сегодня главная тема выпуска. В защиту жителей администрация оказывает поддержку жертвам коррупционной схемы Александра Шестуна. Проблем с отоплением не будет. В Донковской школе идут работы по замене теплосети. Служу России! Серпуховским старшеклассникам рассказали о профессии военного. Сегодня в администрации городского округа состоялась встреча с серпуховичами, оказавшимися невольными участниками и жертвами коррупционной схемы. Земельные участки, приобретенные на законных, казалось бы, основаниях, теперь стали предметами судебного разбирательства. Подробности далее. Надежды на частный дом на собственном участке этих людей оказались под угрозой. По версии следствия, приобретенная ими земля ранее принадлежала бывшему главе Серпуховского района Александра Шестуну и была записана на подставных лиц. Красногорский городской суд 8 апреля прошлого года постановил изъять имущество чиновника. Проданную землю прокуратура сейчас возвращает государству в судебном порядке. Проблема в том, что добросовестные покупатели участков теперь могут их лишиться. С таким положением дел глава городского округа не согласна. Я считаю, что люди в данной истории не должны пострадать. Администрация городского округа окажет всестороннюю юридическую поддержку гражданам, которые оказались в не самой простой и достаточно сложной ситуации из-за недобросовестности продавца и преступной деятельности бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. В рамках делопроизводства покупатели участков были проверены на причастность к коррупционной схеме. К некоторым из таких собственников вопросы еще остаются. Остальные действительно не знали, каким образом продавец завладел правом на землю. Люди вложили свои накопления или материнский капитал, взяли ипотеку, начали строительство. Как раз такие жители и присутствовали сегодня на встрече. Уже завтра состоится суд, который рассмотрит вопрос исключения добропорядочных граждан из искового заявления. Мы, со своей стороны, пытаемся донести нашу позицию до прокуратуры. И на сегодняшний момент есть уже определенный прогресс. Прокуратура не будет добиваться возврата четырех участков по поводу законности приобретения, которых вопросов нет и где уже на сегодняшний момент существуют капитальные строения. Но я считаю, что мы должны идти дальше и отказаться от претензий ко всем собственникам земельных участков, кроме тех добросовестности, которых у прокуратуры возникли обоснованные сомнения. Последнюю точку в этом вопросе поставит суд, и его решение будет обязательным для исполнения органами государственной власти и местного самоуправления. Проблем с отоплением не будет. В Донковской школе Серпухова начались ремонтные работы по замене участка теплосети. Сегодня утром мы побывали на месте и узнали, когда тепло в одном из корпусов учебного заведения снова будет восстановлено. Территорию, где начались ремонтные работы, загораживают забором. Вход посторонним воспрещен. Экскаватор приступает к рытью траншеи, где проходит теплотрасса. Трубы изношены, отмечают слесари. Не менялись аж шесть десятков лет с момента открытия школы. Бригада коммунальщиков на объекте со вчерашнего дня приехала на плановый осмотр системы отопления по заявке директора. В корпусе, где размещена начальная школа, батареи перестали греть на полную мощность. Воспользоваться тем, что теплая температура. Вчера мы лишний раз еще раз проверили состояние сетей. Определили, что здесь есть проблематика у нас. И поэтому мы решили ночью провести плановый ремонт, поскольку детей не было. Что, в принципе, ожидали, то и увидели, что тепловые сети, они все-таки желательно их поменять. Поэтому мы сегодня организовали работу по их замене. Мы сегодня тепловые сети заменим и сегодня восстановим теплооснабжение в полном объеме. Сети уже прочистили рано утром, промыли, провели гидравлические испытания. Задача теперь полностью заменить старые стальные трубы на новые современные. Протяженность этого участка 40 метров. Далее заменят полностью участок от здания школы до котельной. Все это позволит избежать аварийных ситуаций в будущем. Учебный процесс на время ремонтных работ не приостановлен. Мы организовали весь учебный процесс в большом здании, разместили начальную школу. Наш второй корпус, учебный корпус, вмещает всех детей. Завершены работы будут в течение суток. Все классы снова вернутся в свои теплые кабинеты. Страшная трагедия произошла в эти выходные под Нарофоминском. Мужчина застрелил свою бывшую жену и покончил жизнь самоубийством. Погибшие были многодетными родителями. Одна из дочерей – Карина Салаева, студентка губернского колледжа. Девушка учится в Серпухове на очном отделении на бюджетной основе. В учебном учреждении готова поддержать студентку. Подписан сегодня приказ об оказании материальной помощи в размере 50 тысяч рублей ей. На период обучения она проживала и будет проживать у нас в общежитии. Но и также издан приказ освободить ее от оплаты за общежитие, перевести ее на полное государственное обеспечение по закону, где она будет получать финансы, денежные средства на питание, на одежду и так далее. Стоит отметить, что информация о долге за квартиру в Серпухове не подтвердилась. Карина Салаева учится на третьем курсе на отделении хореографии. Студентка получает повышенную стипендию за отличную учебу. Педагоги и однокурсники ждут ее возвращения в колледж. На данный момент девушка вместе с родственниками готовится к похоронам. Следственный комитет, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. Выбрать профессию военного. Во дворце торжеств «Центральный» для старшеклассников прошло профориентационное мероприятие «Я служу России». Ребятам организовали встречу с военным комиссаром, представителями Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого и филиала Московского пограничного института ФСБ. Уже стала доброй традицией рассказывать старшеклассникам о профессии военного в канун 23 февраля – Дня защитника Отечества. Среди ребят есть те, кто уже точно определился с выбором и хочет служить России. Я с самого начала хотел связать свою жизнь с армией, с военными органами. Для меня это интересно, и поэтому я выбрал такой класс специализированный, связанный с этим направлением. Это статус. Дальнейшая жизнь, она будет связана с армией, и я всегда буду при работе. У меня будет образование, будут деньги, будет жилье и все в этом роде. Говорят, форма идет мне. Хочется свою жизнь связать с военно-патриотическим делом. Я уже пять лет об этом мечтаю, хочу стать. Поэтому я поеду в Санкт-Петербург, постараюсь поступить в военную академию. У меня дедушка был военным, и дядя военный сейчас. И я для себя именно понял, что хочу быть военным. Ну, сюда я пришел для того, чтобы со всем познакомиться, узнать, что да как. Нравится эта профессия. Дальше хотим тоже по специальности пойти. Они ловят преступников, и мне это нравится. То есть, те, кто не прав. Организаторы мероприятия – специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи. Они пригласили на мероприятие начальника Объединенного военного комиссариата Московской области по городам Протвино Пущиной городскому округу Серпухов Федора Жданова, представителя Серпуховского филиала военной академии, ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и филиала Московского пограничного института ФСБ. Эта профессия очень сложная, но на самом деле она почетная. И я думаю, что если ребята выберут эту профессию, наверное, мы будем гордиться ими, и они будут достойными защитниками нашей большой страны. Концертные номера праздника были посвящены теме «Служба Отечеству и любви к Родине». В конце мероприятия – полевая кухня, гречневая каша с мясом, сладкий чай. Нехитрое угощение расходится на ура. Возгорание в школьной столовой. Детей срочно эвакуировали, пожарные приступили к тушению огня. Такова легенда учений в школе номер два. Сегодня в Московской области в учреждениях с массовым пребыванием людей прошли тренировки по эвакуации. Илья Сиразов расскажет далее. Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть здание согласно плану эвакуации. Сигнал пожарной тревоги, и каждый класс оперативно покидает здание школы. Учителя четко знают, по какому пути эвакуации должны следовать дети, чтобы не было паники и столкновений. Всех выводят с территории учебного учреждения и ожидают прибытия спасателей, полиции и скорой. На месте работают сотрудники Серпуховского пожарного гарнизона, аварийно-спасательной службы «Юпитер», полиции и скорой помощи. В здании остались двое пострадавших – в столовой и на втором этаже школы. Спасение людей происходило со второго этажа путем спрыгивания на куб жизни со второго этажа, а в столовой у нас с помощью сотрудников пожарной охраны, но он мог в состоянии идти сам. То есть носилки, переноски никакие не требовались. По итогам учений все службы сработали слаженно и успешно справились с задачей. Возгорание было ликвидировано, люди спасены, распространение огня за пределы кабинета удалось избежать. Именно по скорости эвакуации мы считали, что сработали очень удовлетворительно. Поэтому я думаю, что все нормально, все хорошо. И если, не дай бог, где-то такие ситуации будут возникать, наши ребята знают, как действовать, и ребята, и сотрудники, я думаю, что в любой ситуации будут вести себя правильно и принимать те решения, которые необходимы. В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобное мероприятие по отработке действий при чрезвычайных ситуациях на объектах с массовым пребыванием людей проходит в муниципалитетах ежеквартально. Обустройство транспортной инфраструктуры на привокзальной площади завершено. Сегодня здесь установили последний 10-й автобусный павильон. Ожидать 3-й, 8-й, 26-й, 33-й, 38-й и 55-й автобусы стало удобнее под крышей. Ранее эта остановка находилась у здания вокзала. Много было обращений граждан, люди стояли в дождь, в снег. Было некомфортно находиться на данном месте. Было принято решение обустроить павильон в районе магазина входа в Альдорадо. Я вот вышла и пошла вот на старое место, говорю, а теперь перенесли. Удобно, удобно, спасибо, хорошо, все чистенько, красиво. Сегодня современные крытые павильоны на привокзальной площади имеются для всех маршрутов автобусов. Использовать на уроках телефон, играть в компьютер. Казалось бы, такие запретные вещи на уроке теперь разрешены, но только если они приносят пользу. Сегодня на базе школы номер 18 состоялся семинар. Для педагогов-лингвистов городского округа подготовили обширную программу и рассказали, как можно внедрить игры и гаджеты в учебную деятельность. На уроках французского они могут и спеть, и поиграть, и даже позвонить учителю. Такие необычные занятия для учеников пятых классов – привычное дело. Сегодня ребята изучают цифры. Чтобы усвоение прошло успешно, педагог задействовал сразу несколько способов внимания. Аудирование для тех, кто запоминает на слух, карточки для тех, у кого зрительная память. Помимо учеников здесь присутствуют и зрители – это педагоги из школ городского округа. Сегодня данное учебное учреждение пригласило нас в гости, чтобы ознакомиться с опытом работы. Так как технологий очень много, которые помогают детям успешно овладевать иностранным языком, вот 18-я школа сегодня нам предложила такую тему – геймификация и игропрактики в обучении иностранному языку. Игры компьютерные и обычные – вот две темы, которые рассматривали на семинаре. Его подготовили педагоги 18-й школы. С каждым годом у детей к учителям повышаются требования. Обычные уроки не так интересны, поэтому преподавателям приходится искать новое. Помогают в этом и межпредметные связи. Например, на уроках английского учителя предлагают заняться аппликацией, а на уроках латинского – запомнить крылатые выражения. Маленькие дети любят вырезать, заниматься аппликацией. И Полина Ивановна Чудина будет проводить мастер-класс по использованию лэпбука. Это новая технология, когда маленькие дети заводят специальные тетради и вклеивают слова. Что-то получается, вот там, раньше были такие анкеты, опросники. Вот, сейчас мы вот эту технологию приводим для именно маленьких детей. Или вот еще одно ноу-хау современного образования. Учитель синхронизирует свой телефон с программой на компьютере. Детям раздает квадратные карточки со специальными кодами. Каждая сторона – это вариант ответа. Ученики поднимают карточку той стороной, где расположен, как они считают, правильный ответ. Педагог считывает его с помощью телефона, и вся информация выводится уже на экран компьютера. Такая техника позволяет опросить весь класс всего за одну минуту. Я думаю, это полезно всегда поделиться опытом, что-то взять на вооружение и применить в своих образовательных учреждениях. Это всегда очень важно, да, тем более такая актуальная тема. Актуальные темы и передовые технологии. Педагоги иностранного языка 18-й школы постарались рассказать о новых методах обучения всесторонне. Теперь их коллеги смогут воспользоваться наработками и на своих уроках использовать гаджеты, делать поделки и играть во всевозможные игры. Натюрморт свишни и пейзажи в стиле постельной графики. В музейном выставочном центре на отчетной выставке представлены более 20 лучших работ учеников детской художественной школы имени Александра Бузовкина. Например, работы Владимира Германовича Дормидонтова. Он к нам вводит своего внука, является моим учеником. Его работы – это пейзажи в данном случае, это вид на художественную школу имени Бузовкина. Работы моей ученицы, очень старательной, очень скрупулезной девушки, гвоздь Анны. Ее натюрморты мне очень нравятся тем, что они очень здорово проработаны. На этом вы можете сами убедиться, придя к нам на выставку. Курсом постельной графики руководит кандидат педагогических наук, член Союза художников России Татьяна Малахова. Класс-мастерская работает на базе детской художественной школы имени Бузовкина. Обучение рассчитано на два года. Записаться туда может любой желающий. В Серпухове прошла очередная профилактическая акция «Детское кресло». На этот раз местом проведения рейда стала улица Ленинского комсомола напротив стадиона «Спартак». Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили и проверяли правильность перевозки детей в салоне. А также вручали тематические памятки водителям, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения. Серпуховская госавтоинспекция всем водителям напоминает, что детей в возрасте до 7 лет нужно перевозить в специальном детском удерживающем устройстве. Если водитель перевозит своего ребенка спереди, то нужно использовать автокресло до 12 лет. После можно использовать бюстер или пристегивать ребенка ремнями безопасности. За нарушение этих правил водитель заплатит штраф в размере 3000 рублей. Рейды «Детское кресло» направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Подобные проверки водителей в нашем городском округе проводятся регулярно. К труду и обороне готов. Проверить соответствует ли физическая подготовка нормам ГТО можно на фестивале «Меткий стрелок», посвященном Дню защитника Отечества. Он стартовал накануне в школе номер 13. Учащиеся средних образовательных учреждений округа, а это более 200 человек, до конца недели будут сдавать за счеты по пяти дисциплинам. Подтягиваться, отжиматься, прыгать, бегать и стрелять из пневматического оружия. Ствол всегда направлен на мишельного поля. Стволом не крутить, не вращать в направлении головы своего напарника. Прежде чем дать в руки оружие, как положено проводится инструктаж. Некоторые из дающих нормы ГТО, как, например, 11-классница первой школы Кристина, стрелять будут впервые. А вот девятиклассник Баргеловец Иван Красов с пневматикой хорошо знаком. Поставленную задачу он выполнил. Выбил положенные для сдачи ГТО 25 очков. Кристине придется потренироваться и еще раз прийти в ТИР. В целом, из-за своих воспитанников, пожелавших участвовать в фестивале, учитель физкультуры первой школы Павел Рустамян спокоен. К этому дню они готовились серьезно. ГТО – это такая, как вам сказать, ревизия молодых людей перед, вот, в данном случае, мальчики в армию. Ну, а девочки вообще, чтобы вообще… Фигура была хорошая. И фигура тоже. Надо проводить вот эти вот забытые, правильные традиции, которые были. Программе ГТО в этом году 90 лет. В 1930-м Комсомольская правда выступила с предложением разработать единый критерий оценки физической подготовки молодежи. Нормы ГТО успешно сдавали 60 лет. После 20-летнего перерыва программа вновь стала актуальна. В 2015-го результаты выполнения ГТО учитываются при поступлении в ВУЗы. Будут сдавать 5 нормативов, пресс на матах, прыжки в длину, подтягивания на высокой, подтягивания на низкой перекладине, отжимания. Ваш партнер, сколько сегодня сдадут? Я думаю, что процентов 90, потому что дети все подготовлены. Самым непростым для участников фестиваля оказалось подтягивание. Наши старые знакомые, учащицы первой школы, Иван и Кристина, сдали нормы ГТО, правда, пока на серебряный значок. Я не совсем довольна своим результатом, потому что не потренировалась перед именно сдачей. Но плавание я сдала лучше, потому что я занимаюсь ГТО. Мне нужно для поступления в университет. Лучше всех прыгал, бегал, отжимался и стрелял в первый день фестиваля меткий стрелок. Семиклассник первой школы Вячеслав Митичкин. Сказали, что выиграл на золотую звезду. Сказали, что я намерен больше трудиться. Мне нужно заниматься спортом, для того, чтобы, когда я пришел в армию, чтобы никто не посмеялся, что я не смог сделать то задание. Впереди еще три фестивальных дня. А на сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте www.tvdpsmedia.ru, на официальном сайте администрации городского округа. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание, обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек» доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.